так привет facebook добрый день я наконец-то в прямом эфире и хотела поделиться с вами рассказать вам о пяти находках которые я привезла с юприньер саммита в лондоне сейчас проверю чтобы я точно видела ваши комментарии и все ваши все ваши сердечки реакции и так далее мне будет очень приятно если не просто я вам расскажу о том как и что там было но и если вы будете задавать какие-то вопросы я буду рада на них ответить ну что начинаем у меня тут вот дорогой facebook instagram instagram привет поэтому я иногда буду иногда буду косоглазить смотреть в разные стороны надеюсь что вы меня простите ну что мы начинаем 5 5 находок с юприньер саммита в лондоне на котором я была в начале этого месяца и очень многие поделились со мной тем что хотелось бы узнать больше что именно там было чему я научилась и такой вопрос тенденции какие тенденции сразу скажу что про тенденции напрямую там никто не рассказывал но я вам расскажу про то что я услышала что витала в воздухе что я почувствовала с точки зрения этих выступлений которые там были но сначала расскажу вам что в принципе это было такое юприньер саммит это большая конференция которая проходит раз в год она проходила в этом году второй год подряд организует ее крис дакер это эксперт мировой эксперт в области личного бренда он говорит о том что он помогает строить предпринимателям бизнес имени себя но при этом не завязанный полностью на себе такой чтобы к вам приходили на ваше имя чтобы ваше имя ваш личный бренд помогал вам строить уникальный бизнес потому что каждый из нас уникален и если вы выбираете себя и ставите себя центр бизнес модели то тогда и ваш бизнес будет уникальным но при этом он учит как делать так чтобы не работать 24 часа 7 дней в неделю как при этом все это автоматизировать и жить жить своей жизни это его философия и он второй год подряд проводит большую конференцию в лондоне которая называется юприньер саммит аналогично его бренду его проекта который он продвигает эта конференция проходит два дня в субботу и воскресенье его зовут крис дакер и суббота и воскресенье и в понедельник есть третий день vip день он уже идет отдельно за отдельную плату я участвовала в этом году во всех во всех днях я купила билет на третий день и билет на конференцию в первый второй день в субботу и воскресенье так получилось что я выиграла в прошлом году потому что я привезла самую большую делегацию партнеров по партнерской ссылке русскоязычных людей которые приехали в прошлом году со мной и я выиграла билет на субботу и воскресенье и решила что раз уж я выиграла билет то почему бы не позволить себе принять участие в третьем дне саммита саммита поэтому я принимала участие во всех трех днях что мне еще очень понравилось с точки зрения логистики потому что помимо конечно же выступлений и непосредственной информации за которые я туда ехала я в том числе каждый раз когда участвую в каких-то таких мероприятиях подсматриваю разные фишечки по организации мероприятия мне это очень всегда нравится как это устроено и очень здорово что у криса вот второй год подряд регистрация на конференцию происходит заранее накануне в пятницу вечером несколько часов два часа можно прийти и поскольку происходит все в самом центре лондона напротив бессминистерского аббатства то есть ну центрею уже просто невозможно находиться то он соответственно приятно можно прогуляться целый день по лондону приехать в центр города вечером зарегистрироваться и рядом там находится пап в котором уже начинается такой нетворкинг поэтому это очень тоже здорово мне кажется с организаторской точки зрения что не нужно в следующий день стоять в очереди на регистрацию для получения бейджика и уже есть ощущение того что когда ты пришел в субботу в первый день конференции ты уже кого-то знаешь потому что накануне ты с этими людьми уже частично начал знакомиться и уже возможно пропустил пинту другую в баре это то что касается вот такой прям логистики логистики и дней конференции с точки зрения того как было дальше это устроено в основном были выступления со сцены спикеров спикеры были совершенно из разных стран были британцы были американцы которые приезжали из америки и даже были выступающие из австралии поэтому это был такой действительно международный масштаб было много выступлений таких речей скажем так со сцены был довольно хороший микс мне кажется таких речей вдохновляющих вроде формата тет задача которых было наверное там закинуть в зал какие-то вопросы для того чтобы мы как участники задумались и были довольно практически выступления с 14 инструментов которые нужны любому предпринимателю или выступление по тому как строить воронку для того чтобы привлекать клиентов в свой бизнес вот это вот тоже вот это тоже было довольно довольно много и это был хороший такой микс кроме этого были панельные дискуссии была панельная дискуссия по контенту и по монетизации когда несколько спикеров было на сцене и была возможность задать им вопросы после выступлений вопросы не задавались то есть спикер выступал и сразу же уходил со сцены менялся на следующего но при этом было здорово что спикеры практически все все два дня были в зале и была возможность подойти к ним и задать вопросы в в кулуарах скажем так еще были встречи с когда выступал крис четыре таких сессии которые он называл коучинг с крисом они были более такие практичные то есть это было не выступление какое-то он рассказывал давал такой какой-то небольшой кусочек теории например про контент маркетинг и про особенность контент маркетинга про тенденцию которую он все больше видит сейчас это показывание закулисья работы и дальше он давал какое-то время во время которого можно было сделать какие-то заметки и применить сразу же то что он только что рассказал к своему бизнесу и решить как вы это будете применять в своей работе в своей практике и еще один формат который был он был в прошлом году но в этом году он был немножко сокращен это формат мастер майндов мы сидели за столами зал был построен не как такой театр не формате театра а были большие столы за каждым столом сидела по моему около восьми человек точно восемь может быть в принципе туда могло поместиться и больше людей на мы сели довольно довольно просторно всего было около трехсот шестидесяти участников конференции то есть это был большой зал и в этот раз было огромное количество людей из других стран там больше тридцати стран там как-то путались организаторы в показаниях видимо действительно было столько стран что было сложно сосчитать но точно было больше больше тридцати стран мы сидели за столами и мастер майнды это были короткие сессии когда можно было задать свой вопрос и сказать у меня сейчас передо мной стоит сейчас вот такая самая главная бизнес-задача бизнес-проблема не люблю я этого слова ну вот какой-то челлендж такой бизнес челлендж и соответственно другие участники за столом предлагали какие-то свои решения накидывали какие-то идеи задавали вопросы которые помогали тебе лучше понять а в чем же собственно действительно заключается бизнес челлендж и вот эти мастер майнды были в этот раз короткие в прошлом году они были чуть длиннее в прошлом году они были по 15 в этот раз они были по 5 минут но даже 5 минут было достаточно 5 минут на каждого человека для того чтобы сказать о своей задаче и выслушать какие-то идеи даже это было довольно довольно интересно спасибо я вижу ваши реакции вижу что вы мне машете рукой мне очень приятно я все вижу если у вас появляются какие-то вопросы не стесняйтесь пишите их сразу я их может быть не сразу чуть попозже прочитаю постараюсь на все ваши вопросы это то что касается того как же это все было организовано напишите мне кстати был у вас опыт какое-то участие в подобных международных мероприятиях международных конференциях или или это только какие-то локальные локальные встречи участвовали ли вы уже в каких-то международных таких встречах и если может быть нет то хотелось бы вам принять участие в чем-то в чем-то подобном или или нет может быть какие-то сложности с есть у вас с английским языком и это пока не ваш не ваш вариант мне очень интересно слышать я впервые побывала на такой конференции в 2015 году в начале 2015 года в соединенных штатах и поняла что это очень интересный опыт общаться с зарубежной аудиторией смотреть на то как это организовано в других странах киосаки в лондоне тоже лондон о интересно да я бы на него тоже я бы его послушала хотя конечно такие мероприятия это не дешевая не дешевая история там конечно у нас наши мероприятия стоят гораздо более щадяще как-то по по цене там мне кажется это какое-то одно такое мероприятие одно-два мероприятия в год нет синхронного перевода не было это было международное мероприятие без оно не предполагало того что приедут приедет какое-то большое количество людей иностранцев да там было 35 33 35 показания путаются стран но тем не менее это было всего 360 человек и все разговаривали на английском языке вот то есть это не огромные залы как у тони роббинса где там есть делегации из разных стран поэтому нет нужно было понимать на на английском на английском языке ну что это я вам рассказала о о логистике и хотела рассказать собственно о тех пяти находках на самом деле их гораздо больше и вот я вижу что здесь есть участники и студии и в студии мы в это сообщество для творческих предпринимателей которое у меня есть мой главный проект в прошлом году мы в прошлом на прошлой неделе мы встречались и три часа у нас был такой вебинар-воркшоп где я рассказывала про каждое из выступлений про очень много разных находок идей которые появились после после саммита но для вас я вот приготовила 5 таких самых главных выводов и главных находок первая моя находка для себя это не то что сказали сказали со сцены но многое из того что я для себя вынесла главные какие-то вещи это не то что говорили со сцены а это то как я переварила скажем так тот опыт который был на юпример саммите и в прошлом году я приехала на конференцию с таким ну давай телевидение удивляй меня показывайте мне ваших международных спикеров посмотрю я как они выступают как у них презентации сделаны посмотрю на то что ну что они тут такого говорят насколько это вообще мне будет полезно то есть я приехала с таким большим профессиональным скепсисом и снобизмом я бы сказала я сидела и старалась еще одна вещь которая была то что я делаю это я я старалась и слушать то что они говорят и думать про то как я это расскажу потом на прямых эфирах когда вернусь и как я это расскажу своим клиентам и смогу ли я из этого сделать пост в блоге и как мне это прямо сейчас запостить в инстаграм и как как организована конференция и что говорит то есть у меня было очень-очень много разных ролей которые я пыталась одновременно носить на себе это было сложно и в итоге как в известной поговорке что когда за несколькими зайцами мне кажется в этом случае я даже не за двумя бежала погонишься ни одного не поймаешь и в итоге я нигде не была полностью поэтому в этом году я приехала с пониманием того что я я еду туда учиться я еду смотреть и я не буду гундосить и строить из себя самую умную и кривить нос и вот не буду с таким отношением к этому подходить ну окей я послушаю а потом еще подумаю применить это или нет а я приехала и мне там дали вот такой вот блокнот это одна из вещей там был целая такая сумка с разными сувенирами материалами полезными и вот такой вот блокнот юприньер idea catcher для идей и вот я могу вам показать он у меня исписан абсолютно весь я села с ручкой и я просто вот эта последняя страница я просто начала писать за каждым спикером записывать то что они говорят поэтому один из таких очень больших выводов для меня который я сделала это то что на любых мероприятиях если я участвую то я участвую по полной программе и мне интересно когда я говорю вам про вот этот вот профессиональный снобизм и про вот это вот такую профессиональные какое-то кривление носом знакомо ли вам это понимаете ли вы о чем вам если у вас такой что вы тоже сидите на мероприятии может быть не обязательно в зале может быть это какой-то вебинар и думаете ну не знаю ну посмотрим или ну вообще-то я все это знаю мне все это известно в прошлом году я думала ну как в принципе ничего нового все это можно и в интернете бесплатно найти я вижу что вы мне ставите лайки видимо это вам знакомо и да я вижу что было светлана пишет что было я вижу лайки бывает такое и я очень часто себя за этим замечала и в этот раз я решила что нет я здесь я здесь для чего-то и я не умнее чем все эти люди которые здесь собрались которые сидят учатся и спикеры выходят и говорят потом что они от других спикеров многому научились поэтому первый мой урок это прекратить профессиональный снобизм прекратить профессиональный снобизм по крайней мере в тех ситуациях в которых я когда я фокусируюсь когда пришла учиться и после каждого выступления потом я взяла этот блокнот и уже в самолете когда я ехала обратно я начала переносить все эти записи в электронный формат и после каждого выступления я записала себе какое-то несколько пунктов туда несколько действий которые я хочу сделать после этого из выступлений и для меня это опять же очень важно было что я не просто послушала вдохновилась нашла какие-то идеи а что я буду делать по-другому после каждой из каждого из выступлений и с другой стороны второй какой-то очень важный урок который я вынесла это его сказала первый первый спикер на самом деле вот так сформулировала керри вилкерсон и она сказала одну очень интересную фразу она сказала выберите один голос в своей голове и если вы выбрали какую-то какого-то ментора коуча обучающую программу какой-то тренинг если вы выбрали сделали решение о том что вы у этих людей учитесь то доверяйте этому голосу и не старайтесь уже подвергать его подвергать его сомнению с другой стороны она же говорила про то что не нужно слушать всех и нет задачи что я приехала на на эту конференцию я послушала всех и теперь я буду делать все то что они мне сказали важно и ее выступление называлась ваш бизнес ваша жизнь ваш бизнес и ваш путь или ваш способ еще можно его перевести и она говорила о том что в любом случае ваш бизнес вы строите так как вы считаете нужным ее мысль была о том что выберите вот этот вот один голос вашей голове и дальше делайте так как вы считаете нужным и одно интересное слово которое сказал один из спикеров уже в третий день айдиария иначе говорит у вас начнется если вы начнете применять все идеи если вы начнете слушать всех и вам будет казаться что все это нужно сделать то это будет у вас начнется айдиария так вот мне кажется что это то чему я учусь в целом весь последний год и для меня это очень отозвалось я не знаю отзывается ли это для вас но выбрать человека которому вы доверяете выбрать вот этот голос своей голове будь то какой-то эксперт ментор или может быть программа мне участники студии писали что для многих из них этот голос в голове это это студия и это наши встречи это мой голос у меня это голоса тех менторов которые у которых я учусь но не старайтесь применить применить все это мне кажется очень-очень важно это второй урок который я вынесла третий урок и мне кажется что это я не знаю насколько это тенденция но это то что было очень отчетливо слышно в очень многих выступлениях на и партнер саммите это фокус фокусировка это залог успеха мне есть чем сравнить кажется казалось бы что это может быть довольно банальная идея что да для того чтобы двигаться вперед успешнее нужно сфокусироваться и нет в этом чего-то такого того что никто никогда раньше до этого не говорил но мне есть чем сравнить не есть сравнить я могу сравнить это с прошлогодним саммитом и в прошлом году не было такой такой не так не звучало вот это вот фокусировка в в речах спикеров то в том о чем шла речь сфокусируйтесь на какой-то одной вещи об этом говорили эндрю и пит прекрасные спикеры которые специализируются на контенте эндрю и энд пит я очень вам их рекомендую них классный youtube канал и я тоже планирую больше участвовать больше смотреть в том что то что они делают участвовать в каких-то их активностях они сделали прекрасно совершенно речь про то как создавать контент и они говорили там про правило 90 на 10 90 процентов даже не 80 на 20 90 процентов должно идти в какой-то один канал коммуникации и 10 процентов на все остальное фокус ведет к упрощению каких-то систем был было прекрасное выступление про воронки про построение воронок автоматических цепочек писем и как сделать такую такую автоматизацию которая позволит вам в итоге расслабиться чуть-чуть и спикер по воронкам спросил сказал я сейчас пытаюсь попробую найти как как его звали грег хикман грег хикман и он задал вопрос можете ли вы на четыре недели оторваться от вашего бизнеса уехать куда-то и четыре недели не заниматься вашим бизнесом так чтобы все было все было так же как вы оставили когда вы вернетесь и довольно мало людей подняли руки в зале он сказал окей можете ли вы на три недели на две недели на неделю начните с чего-то небольшого и вот он рассказывал про воронки и он в том числе говорил о том что самая большая проблема с воронками с построением вот этой автоматической системы которая от какого-то вебинара или от какого-то автоматического курса приводит к вам клиентов самая большая проблема заключается в том что их слишком усложняют и я я не знаю как вы смотрели вы что-то какие-то материалы и тренинги по воронкам я смотрела тренинги по воронкам и обычно особенно российские тренинги по воронкам это такой слайд на нем вот такая вот схема с кучей каких-то такой вот алгоритм что если человек кликает на эту ссылку то тогда ему высылают это письмо если не кликают то это если вот это то это если то я смотрела на эти слайды и думаю о боже мой я никогда этого не сделаю я никогда не смогу этого сделать это слишком сложно и вот он говорил про то что воронка не должна быть такой сложной это автоматическая алгоритм автоматический алгоритм по которому я так не люблю слово воронка поэтому я все время придумаю какие то другие слова чтобы не говорить слово воронка но вот этот путь он говорит не думайте про воронку не думайте про то что вы пропускаете клиента через воронку думайте про то как вы проводите вашего читателя через некий путь, что вы ему, как вы с ним общаетесь, какой путь есть для того, чтобы вы приводите его к работе с вами, и он говорил про воронку, показывал пример построения воронки, вот этой вот автоматизации для работы коучинговой один на один, что мне понравилось, до этого я все время смотрела на и видела эти воронки, работающие на электронных продуктах, это было очень-очень интересно, смысл в том, чтобы не было конкурентов про обучение воронки в России, ну, не знаю, мне кажется, что об этом тоже, кстати, много говорили, и мы можем перейти к четвертому как раз выводу, четвертой находке с Юпринерсаммита, это, там очень много говорили про ведение бизнеса с любовью, так это назвала спикер Джада Селнер, она автор блога и одноименного бизнеса Green Smoothies, и она, ее выступление называлось про то, как делать бизнес с любовью, и очень многие из спикеров говорили про важность сообщества, про важность того, чтобы вы, про важность выстраивания отношений с людьми, про помощь, про то, что Джада, например, сказала, она говорит, я не, я совершенно как-то спокойно отношусь, на самом деле, к смузи, несмотря на то, что вокруг этого у меня там огромный миллионный бизнес, и у меня нету какой-то супер страсти к смузи, но у меня есть страсть помогать людям, и вопрос в том, вы как бы хотите помочь вашим клиентам или запутать их, это вот, Светлана, к вашему комментарию, да, по поводу того, что смысл в том, чтобы не было конкурентов, про это тоже было очень, ну, довольно много разговоров, так или иначе эта тема всплывала в выступлениях, в каких-то примерах спикеров, и мне кажется, что одной из вот этих вот таких тем сквозных, это было общение с вашими клиентами, построение таких очень искренних взаимоотношений с вашими людьми, и эти искренние отношения получаются тогда, когда вы готовы быть где-то уязвимы, вы где-то готовы показывать себя не в каких-то супер идеальных декорациях, не супер каким-то идеальным макияжем, светом в студии и прочее, только рассказывая историю успеха, но когда вы готовы быть уязвимы, и когда вы разговариваете со своими людьми, тогда они вам тоже открываются, получается какой-то настоящий диалог. Да, вот об этом много было речи, поэтому мне кажется, что показывать сложные схемы, чтобы не было конкурентов, довольно тупиковая, тупиковая история, мне так кажется. Вот, не знаю, как кажется вам, напишите мне в комментариях, что вы скажете, и как вы считаете, работает ли на вас, когда вам показывают сложные схемы. Я знаю, что меня сложные схемы только испугали на слайдах, и я после сложных схем не иду заказывать услуги этого человека, потому что, когда человек не может просто показать и донести свою мысль на слайде, то мне страшно, что у него там в голове происходит, если честно. И для меня это скорее плохой знак, чем наоборот, мне интересно, так это, ну, согласны вы со мной или нет. Вот. Ну и, наконец, пятый вывод и, если хотите, тенденция, может быть, которую я обнаружила, которую я заметила на Youpreneur Summit, это развитие сообщества подписки. Это то, о чём не немного говорили со сцены, но это то, что я заметила, общаясь со своими коллегами в перерывах и возвращаясь к логистике, там были хорошие, классные, большие перерывы по полчаса и полтора часа было на обед для того, чтобы как следует провести это время с коллегами, пообщаться и то, что называется занетворкиться. И общаясь со своими коллегами, общаясь с другими участниками, я поняла, что очень, ну, практически, по моим ощущениям, 50% людей говорила о том, что у меня есть мембершип-сайт, сайт сообщества по подписке с регулярным постоянным доходом, или другая половина людей говорила о том, что это то, что они собираются сделать. И это было очень, это было очень интересно. И я поняла, что то, что я делаю, и интересно было то, что в третий день вот на этот... Ой, интересно, как? Мне компьютер тут начал показывать совсем другие какие-то заставки. На третий день Крис сказал в какой-то момент, что Великобритания отстаёт от штатов с точки зрения там тенденций и развития вот онлайн-бизнесов, онлайн-маркетинга на... И его друг сказал, ну, на 3-4 года Крис сказал, ну, я чувствую, что на 5-7 лет. И я думаю, что Крис как-то очень строго относится к Великобритании, если честно. Но мне кажется, что мы тоже где-то отстаём от западных тенденций. Где-то у нас есть какие-то новые вещи, и я некоторым рассказывала, например, про российский телеграмм русскоязычный, и все такие мессенджеры, о, ничего себе, как это у вас там работает всё. Вот, но где-то какие-то тенденции у нас запаздывают, и я вижу, как они приходят потихоньку, то, что сначала появляется там, чуть позже приходят к нам в русскоязычный мир, в Россию, русскоязычные страны. И мне кажется, что сообщество, сообщество по подписке, это то, что будет развиваться, и это тот формат, в котором я работаю с точки зрения студии, сообщества для творческих предпринимателей. И мне было очень радостно, что я, и что на самом деле студийцы тоже вот такие вот впереди планеты всей, и что мы где-то впереди вот этой тенденции того, что куда развивается сейчас бизнес. Пытаюсь найти ссылку, но не могу найти. Старблогап студия, если вам интересно. Я вижу тут комментарии пришли, инстаграм, я вас тоже вижу, если у вас есть комментарии, то оставляйте их здесь, я с удовольствием, или вопросы какие-то про конференцию, я на них с удовольствием отвечу, пока посмотрю, что тут написали в фейсбуке. Меня сложные схемы не пугают, потому что я понимаю, что это я могу упростить, а вот 90% людей испугает, и это цель спикеров, чтобы не было конкуренции. Ну, возможно, я не очень согласна с этим подходом. Вот. Немцы впереди, окей. Возможно. Не знаю, про немцев не готовы детально рассказывать. Точно не знаю. Вот. Ну что, вот такие вот у меня были находки и самые интересные, пожалуй, мысли после Юпринерсаммита в Лондоне. Да, большая часть из них была такими уже моими переваренными мыслями. Это то, чтобы прекратить, прекратить профессиональный какой-то снобизм. И если я участвую, то участвовать, слушать и думать о том, как каждую из вещей, которые я слышу от спикеров, я могу применить в своем бизнесе, выбрать один голос в своей голове и придерживаться его, не считать, что я должна применять каждую из идей, которые я услышала. Фокус — это залог успеха. Как бы, может быть, банально это не звучало, но фокусировка ведет к упрощению, и фокус приведет вас в итоге к успеху и к тому, что вы не будете разбрасываться. И важность сообщества, важность искренних отношений со своими людьми, важность человеческих, построение человеческих взаимоотношений, а не просто побольше-побольше мне подписчиков, лайков, цифр, комментариев и так далее. И, наконец, развитие сообществ по подписке, и я рада, что я и студия в этом смысле поддерживаем эту тенденцию. Как вступить в ваш клуб? Starblogup.com.studio И на сайте starblogup.com в меню на самом деле есть проект студия, там можно легко в него попасть, в инстаграме, в профиле можно найти ссылку, тоже кликнуть и сразу туда попасть. Черный буйвол и бизнеса. Ого! Вот, ну, спасибо за рекомендации про конкуренцию. Спасибо. Запишу себе в рекомендованной книжке про черных буйволов. Я только про черных лебедей слышала. Ну что, вот такие вот у меня идеи. Если вы смотрите в записи, то спасибо вам большое, что вы посмотрели. В любом случае, оставляйте свои вопросы и комментарии под этим видео. Пишите мне комментарии в инстаграме, если вы смотрите в инстаграме. Я постараюсь на ваши вопросы и на ваши комментарии ответить с удовольствием. И буду рада увидеться с вами вновь в следующих прямых эфирах. Спасибо вам большое, что вы присоединились. Я очень рада была вас видеть. Счастливо! Пока!